Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск сегодня», а в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов. На календаре сегодня 18 октября, понедельник, и сегодня в нашем выпуске мы поговорим о психическом здоровье и психиатрии. Ведь на прошлой неделе, а точнее 10 октября, был Всемирный день психического здоровья. В нашей стране этот день отмечается с 2002 года по инициативе советского и российского ученого, психиатра, доктора медицинских наук Татьяны Дмитриевой. Но, как нам кажется, о психическом здоровье следует помнить не только в этот день и не только в октябре. Думаю, со мной согласится и гость нашей программы. Я рада представить вам Вячеслава Боискорова, врача-психиатра высшей категории, заведующего седьмым туберкулезным отделением Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Здравствуйте, Вячеслав Гаврилевич. Здравствуйте, добрый день. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32 00 66 32 11 66. Также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8 964 428 88 18. Сегодня мы говорим о психическом здоровье. Вячеслав Гаврилевич, говоря о психическом здоровье, обычный среднестатистический человек сразу может подумать о депрессии. А вообще, что такое депрессия и отличается ли она у людей старшего возраста и у молодых? Ну, в целом, я думаю, что практически всем людям знакомо это явление, этот феномен депрессии. Что депрессия в целом означает снижение настроения, депрессия, то есть снижение. Снижение настроения, тоскливое, подавленное настроение, печаль. В общем-то, на протяжении жизни у каждого человека эти явления происходят, случаются. И с ситуацией в ситуацию это происходит. Человек переживает это, справляется с этим, выходит на другой, в общем-то, уровень. И противоположное депрессии состояние веселости, эйфории, да, появляется. И вся жизнь, она происходит, как, собственно говоря, в качеле. Да, как волны происходят это все. А вот отличия депрессии в зависимости от возраста, они имеют определенное качество. Если у молодых людей эмоциональная жизнь, она более жива, обширна, глубока, то и депрессия, она сопереживается, переживается с эмоциональными, в общем-то, глубокими расстройствами. У пожилых людей, в общем-то, эмоциональный фон, он мягкий, он, можно сказать, притупленный. Это будет уже оскорбительно. Но он действительно не столь... Он спокойнее, может быть, да? Он спокойнее, да. Тут уже, да. Ну и, собственно говоря, я бы тут полярно-противоположные привел бы характеристики. Если для молодого человека депрессия очень часто происходит с компонентом отчаяния, иногда и с мыслями о конце жизни, и суицидальными действиями, то у пожилых людей это скорее скука, это скорее разочарование, спокойное разочарование в жизни. И, в общем-то, такие депрессивные, глубокие состояния с суицидальными намерениями, они реже случаются. Но случаются. Получается, что у молодежи депрессия, она такая категоричная. Да, она острее, она тяжелее. А вот вы говорите, что депрессия в жизни каждого человека, она встречается. Мы живем как качели. То есть можно подумать, что депрессия это норма жизни или все-таки нет? Ну, как клиническое явление депрессия, это, конечно, не норма. То, что я привел по жизни, мы, например, по жизни мы встречаемся с этим состоянием, и прочее, но мы переживаем эти состояния, мы выходим из них, мы справляемся, благодаря своим ли, как говорится, качествам, благодаря ли помощи окружающих, но благополучно выходим от этого. То есть кончается депрессивный период, наступает другой творческий период. Вот если неисправимо состояние, оно тянется и тянется, и вслед за этим присоединяются и другие нарушения, кроме депрессивных, это уже патологическое явление. Это уже... А какие нарушения, вот о чем вы говорите? А, ну тут, скажем так, пониженный фон настроения, разочарование и отчаяние во всем, оно приводит к болезненным идеям о том, что я недостоин, я недослушиваю этого, я вречен. И, в общем-то, идея самообвинения, появившаяся на фоне депрессивного состояния, это уже дополнительный компонент, который присоединяется. И суицидальные мысли те же самые, наверное, да? О, это крайнее выражение. Хотя, с другой стороны, суицидальные мысли на фоне депрессивного состояния, они, по всей вероятности, знакомы всем, кто пережил депрессивное состояние. В более мягкой ли форме, в более жесткой ли форме, но они бывают. Каждый человек думал об этом. Каждый человек думал об этом. Что, справа, да? Да. Ну, к счастью, как говорится, резервы организма, они таковы, что человек справляется с этим и выходит из этого состояния. С достоинством выходит. А что нужно сделать для того, чтобы депрессии вообще не было? Вот какова профилактика депрессии? Есть какие-то, может быть, общие или не общие рекомендации? Как бы вам это сказать? Дело в том, что депрессивное состояние – это во многом творческое состояние. И для многих личностей с художественным качеством, в общем-то, это необходимо для того, чтобы острее пережить и ярче пережить те или иные моменты в жизни. Дело в том, что депрессия – это противоположность радости или, как вы назвали, эйфории. Но дело в том, что мы жизнь познаем в той или иной степени, проходя через депрессивное или эйфорическое состояние. И благодаря этим состояниям, а их еще много-много больше, кроме депрессии и эйфории, в общем-то, они рассвечивают эту жизнь. Они придают ей краски, они придают ей вкус, аромат. Жизнь становится… Интересней. Ну, естественно, более рассвеченной. Но вы так говорите, я опять думаю, что депрессия – это нормально. Ну, как вам сказать? Если, будем надеяться, если вы справились с этим, нормально. То да. А если не справились, то тут, к сожалению, нужно уже обратиться за помощью. У меня к вам следующий, ну, чисто женский вопрос. Вот заедание стресса, ну, или депрессия, да, может быть, с последующей значительной прибавкой в весе, вот считается ли вот симптомом, вот о чем мы говорим? Или это из другой оперы? Ну, естественно, это случается, и это явление патологическое. То есть прибавление в вес, повышенный аппетит на фоне снижения настроения. То есть, как бы сказать, человек на чашу весов, где депрессия, у другой чашу уравновешивает поедание вкусного, аппетитного, хорошего. То есть компенсировать он таким образом хочет, да? Компенсировать, старается, да. И, к сожалению, это приводит, конечно, к прибавлению веса. И отсюда и возникает. Дело в том, что прибавление веса само по себе, не знаю, как у мужского населения, но у женского-то оно вызывает ощущение. А что твориться-то надо? Шоппинг тоже самое, наверное. Да, все, как бы это сказать, действия человека, повышенный ли аппетит, повышенное ли стремление к покупкам, там еще много и здесь, и человек. Это всего лишь способ наполнить пустоту жизни, чтобы еще что-то появилось, чтобы за что-то ухватиться и сказать, что жизнь не зря. Она еще наполнена этим, этим и этим. И шоппинг в этом плане, он в большую роль играет. Дело в том, что там хорошо срабатывает момент. Человек удовлетворил свою потребность, купил, приобрел то, что ему мечталось, нужно было, и он испытывает счастье. А это противоположные депрессии. Ну, а часто бывает у женщин такое, что покупка ради покупки. Эти перчатки, допустим, ей совершенно не нужны, но сам факт приобретения. К сожалению, это уже автоматизированное действие, оно уже не несет такой эмоционального заряда и счастье не приносит. Другое дело, если запретить, то это к несчастью приведет. Дело в том, что, как бы это сказать, если те действия, которые мы привыкли совершать, закрыть дорогу к выполнению этих действий, будет, в общем-то, неприятно для человека. А в этом случае тогда что нужно делать? Вы, как психиатр, что можете посоветовать? Прошу прощения, но в таких случаях... Сопрещать или как-то вот идти на уступки и находить компромисс, может быть? Вот вы назвали очень хорошее явление. Компромисс надо найти. Ну, хорошо, в общем-то, мы идем навстречу покупательнице, приобретательнице, но только, как говорится, определенные константы туда ввести надо. Не в таком количестве, не в таком однообразии, разнообразии нужно. Компромисс нужно искать. Компромисс – это всегда лучший выход, чем полный запрет. Давайте вернемся к биполярному расстройству. Мы как раз говорили о эйфории и депрессии. А вообще в каком возрасте чаще всего это возникает, и кто больше подвержен этому, мужчина или женщина? Ну, как бы вам это сказать? Возрастной контингент людей с аффективными расстройствами, он чаще всего затрагивает возраст после 30. 32, 34, 36 лет. Тогда манифестирует, происходит, тут, я не знаю, стоит упомянуть, не стоит упомянуть. Вообще-то в отечественной психиатрии был взгляд на то, что существует такое явление, как маниакально-депрессивный психоз. И со временем эта нозологическая единица, она как-то из критериев исчезла, ее нету. А есть шизоаффективные расстройства, есть чисто аффективные расстройства, ну или масса переходных вариантов в этом плане. Но дело в том, что в свое время отечественная психиатрия большую долю сил, так сказать, приложила к изучению маниакально-депрессивного психоза. И многое, многое, то, что стало известно, это было... Благодаря вот советским временам, благодаря советской психиатрии, да? А вот вернусь к вопросу, вот кто все-таки, ладно, возраст, вы сказали... Возраст 30 небольшой. А мужчины или женщины? В основном женщины. Аффективные расстройства, к сожалению, касаются женщин. Но и мужчины переживают аффективные расстройства, и они тоже попадают. Ну, как бы это сказать, такого процентного соотношения не выверено. Что ж, дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний, 32 00 66 32 11 66. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. После рекламы мы вернемся в этой студии и вновь поговорим о психическом здоровье. Сегодня у нас в студии врач-психиатр Вячеслав Боискоров. Сейчас реклама, не переключайтесь. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. Отмечаемый в этом году Всемирный день психического здоровья приходится на период пандемии COVID-19, резко изменившей нашу повседневную жизнь. Прошедший год стал проверкой на прочность для работников здравоохранения, которые, несмотря на многочисленные трудности, продолжают помогать больным и каждый день приходят на работу, опасаясь принести инфекцию домой. Для учащихся, которым пришлось перейти в режим домашнего обучения, почти не общаясь с преподавателями и сверстниками. Для работающих людей, которые рискуют лишиться источников средств к существованию. Для огромного числа людей, попавших в ловушку нищеты. И для людей, переживающих боль утраты своих близких, нередко не сумевших с ними даже попрощаться. А ведь мы еще не обозначили тот факт, что ощущаются экономические последствия пандемии. Компания увольняет сотрудников в попытке спасти бизнес, а многие из них просто закрываются. И сегодня о том, как происходит, как это складывается, как это отражается на нашей психике, мы сегодня поговорим с Вячеславом Боискоровым, врачом-психиатром, заведующим седьмым туберкулезным отделением Якутского психоневрологического диспансера. Мы работаем в прямом эфире. Не забывайте об этом. Вячеслав Гавриевич, вот как влияет новая коронавирусная инфекция на психику человека? Правда ли, что ковид может спровоцировать депрессию? Может. К сожалению, коронавирусная инфекция, вызывая воспаление легочной ткани, вызывая болезненные процессы во всем организме, в конечном итоге многие, те, кто перенес ковидную инфекцию, знают, что это все кончается остынеет, то есть довольно тяжелым состоянием бессилия, ощущением, ну, буквально на грани депрессии. Это все происходит. У кого больше, у кого меньше. Ну, в частности, я тоже перенес инфекцию ковид. И астаническое состояние на протяжении полутора или двух месяцев по выходе из этого у меня было. Я чувствовал, что просто сил не хватает делать то, что я раньше делал. А потом все-таки сказал, да ладно, ты старый человек. Это все естественно. Так, у нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Раньше у нас в Якутии почаще старики заболели менериен. Знаете такое? Еще раз повторите. Менериен? И менерии, это. И эмрю, 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 сейчас такое отмечается или нет? Или вообще это забыли? Спасибо за звонок. Вопрос, поняли, нет? Спасибо. Вячеслав Гаврилович, ну что? Ну, если я правильно понял, в общем-то, это явление, это болезненное состояние описывалось как менерик или менерячение. Вообще-то, со временем это состояние объяснили просто истерическими психозами. Ну, то есть, это в рамках истерии наблюдается. И если вы интересуетесь, в настоящее время такие состояния могут наблюдаться? Да, могут. И менерик бывает. А это состояние встречается чаще всего у жителей Якутии, или это не зависит от территории проживания? Нет, это не зависит. Дело в том, что истерические психозы с, как говорится, симптоматикой истероформного поведения, в общем-то, они в любом народе, на любой территории могут отмечаться. Это общечеловеческое явление. Но оно достаточно редкое, но тем не менее оно встречается. Спасибо вам за звонок. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию и задавать вопросы нашему гостю, врачу-психиатру Вячеславу Боискорову. Сегодня мы говорим о психическом здоровье. И возвращаясь к нашей теме, да, ковид и депрессия, и психическое здоровье, да. Есть еще такое понятие, я слышала, вот, посттравматическое стрессовое расстройство. И говорят, что оно чаще всего возникает вот именно как раз вот после вот ковида. Это так? Нет, 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 это не совсем так или совсем не так. И не обязательно после ковида, да? Посттравматическое стрессовое расстройство имеется в виду травма, не физическая, а психологическая травма. И ПТСР, или посттравматическое стрессовое расстройство, это чаще всего состояние, возникающее у человека, пережившего какое-то потрясение, катастрофу. И, собственно говоря, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, оно чаще наблюдается у лиц, переживших войну. А, горячие точки, вот откуда возвращаются, собственно, бойцы, оставшиеся в живых и прочее, с воспоминаниями о утратах своих, они с посттравматическим стрессовым, им нужно много времени. И поэтому у нас как-то одно время говорили, потом это затихло, прочее, необходима реабилитация людей, которые пережили военные действия. Да, действия. Спасибо за этот ответ. У нас в студии снова звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. День добрый. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вячеслав. Вячеслав Гаврилевич. Как его? Вячеслав Гаврилевич, да. Говорите, задавайте свой вопрос. Алло. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Вас вот интересно слушать психологическое состояние человека. Вот у меня такой вот вопрос, как вы думаете, вот, а, Гаврилевич, как вы думаете, вот, в каком состоянии человек, вот, изобрели штраф для незаконной, это, человек вышел с лица двумя ведрами, голубики, его штрафанули. И, вот, на даче человек держал кур, его тоже штрафанули. Это, к какой группе люди относятся, которые создают вот эти вот законы? Спасибо за звонок. Мы вас поняли. Как можно прокомментировать это? Естественно, только возмутиться, что люди, собственно говоря, своими руками создают что-то, добывают что-то, а на них штраф накладывают в этом плане. Это возмутительно, конечно. И чаще всего это объясняется лишь таким отношением, чиновническим отношением. Потому что запрещено, значит, нет. В лес ходить нельзя, вообще не появляйтесь там. Или что-то в этом духе. Это всего лишь управленческие такие, чиновничьи дела. Друзья, мы говорим о психическом здоровье. Вячеслав Гаврилович, у меня вот такой вот вопрос, да, я его вычитала в интернете. Люди пишут, что многие сейчас советуют витамин Д при депрессии. И вообще, что витаминами можно предупредить и даже вылечить невроз. Так ли это? Ну и там тоже депрессию. Ну, в целом хочу сказать, что витамины вообще-то, это как жизненно необходимые вещества, которые необходимы, должны поступать в организм. Они необходимы для нормального функционирования организма. Но, скажем так, гиповитаминоз, то есть отсутствие или низкий уровень содержания витамина в организме, он может привести к болезненному состоянию. И, собственно говоря... И вследствие к депрессии, да? Да, и вследствие может и к астении, чаще всего к астении, все-таки к бессилию. И к депрессии тоже может привести. А давайте поясним для наших телезрителей, ради слушателей, астения это что за состояние? Бессилие. Бессилие, усталость. Да, усталость, отсутствие сил, неспособность что-то совершать. Так вот, скажем таким образом, если это состояние возникло вследствие гиповитаминоза или а-витаминоза, или нехватки его, в общем-то, поступление витаминов спасает, спасительно. Поэтому, в общем-то, есть немало описаний, допустим, это в терапии, в основном касается, в эндокринологии, что недостаток таких-то, таких-то витаминов, он приводит к таким-то нарушениям. Ну, собственно говоря, цинга, нехватка витамина С, пеллагра, нехватка или еще других витаминов этого плана. А вот витамины группы Д, вы упомянули об этом, рыбий жир или рыбный жир. Омега. В этом плане как-то не засветилось, как оно средство, которое влияет на аффективные расстройства. То есть, в общем-то, по всей вероятности, рыбий жир, витамин, лидея, прочее, он, конечно, влияет на развитие костной системы, в связи с этим и на костно-мышечную систему. Но аффективное расстройство не засветилось. То есть, прямой связи получается нет. Да, прямой связи нет. Это значит миф. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Ну, добрый день. Добрый, говорите. Это был желание в городе Кусты. Я хотел спросить, да, если полнолуние, человек становится легко возбудимым, нервным, да, это психические отклонения или так просто? И второй вопрос, когда человек, ну, как ночью спать не может, анализирует события дня, варианты лучше, если, да, думает, и бессонница, это отклонение или как, он перестроиться не может, если. Ага, спасибо вам за вопрос. Спасибо. Так, насчет полнолуния. Так, ну, насчет полнолуния, скажу так, фазы Луны, они, конечно, могут влиять на организм, на состояние, физическое состояние человека, но это относится больше к метеотропности, то есть зависимости от метеорологических условий. И чаще всего фазы Луны воздействуют на это через влияние на атмосферное давление, на влияние на движение воздуха, ветра, ураганы или что-то такое, ну, температурные явления. В этом случае человеку нужно к терапевту обратиться, да, померить давление. Да, и проконтролировать давление, температуру, все такое и прочее, но в этом плане терапевт подтвердит, да, вы метеотропный, метеотроп, то есть, в общем-то, чувствуете влияние метеорологических условий, это не приговор. Да мы все, по большей, в той или иной степени, все зависим от погодных условий. Да, я согласна. Поэтому метеотропность это и есть. А вот второй вопрос насчет бессонницы и раздумий по ночам, вообще-то это из области невротических расстройств. Значит, если, как бы это сказать, человек не может расслабиться при отходе ко сну, отвлечься от мыслей, а наоборот погружается в какие-то неприятные воспоминания, размышления, обсуждения с собой, а самое главное прицел на будущее. А в будущем, что меня ожидает в решении этих вопросов? И тут проявляется все в том, что неуверенность в будущем заставляет не спать и гонит сон, и бессонница появляется. К сожалению, это нездоровое состояние. Сказать, что совершенно болезненное, тоже нельзя. Но это не психическое расстройство. Нет, это не психическое расстройство, это всего лишь расстройство, как бы сказать, адаптации ко сну. А что нужно делать? Как-то успокоиться, выпить ромашковый чай перед сном? Несомненно, да, в общем-то, успокаивающий чай необходимо. Может быть, горячий или холодный душ, который успокоит или отвлечет от этого. А может быть, просто почитать книжку, которая отвлечет от каких-то размышлений. Главное, отвлечься от плохих размышлений. Спасибо вам за совет. Дорогие друзья, сейчас мы вновь уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, потому как через две минуты мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о психическом здоровье. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях врач-психиатр Вячеслав Боискоров. Мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы гостю. Телефон в студии 32-0066. Друзья, мы продолжаем беседовать с врачом-психиатром Вячеславом Боискоровым о психическом здоровье. Звоните нам в студии и задавайте вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Вячеслав Гаврилович, возвращаясь к нашему телефонному звонку, который недавно прозвучал по поводу метеочувствительности. А вообще психические расстройства и сезонность имеют место быть? Чаще когда бывает обострение у человека? К сожалению, даже сказать, к счастью это не назовешь. Действительно, сезонное увеличение количества обострений имеет место быть. И чаще всего, скажем так, аффективные расстройства манифестируют в весеннее время, когда меняется гормональный фон организма во всей вероятности. А вот эндогенные расстройства, болезненные, бредовые, нарушения и прочее, они имеют склонность к обострению в осеннее время. О, как интересно. А вот кого чаще вы наблюдаете осенью или весной, если говорить о нашем городе? О нашем городе я бы сказал так, что, конечно, весенние обострения, они больше бросаются в глаза. Более ярко выраженные. Более ярко выраженные. А вот осенние обострения, они просто проявляются тем, что, да позволено мне будет сказать, в психиатрическую больницу чаще приезжает скорая и привозит снова-снова-снова пациентов. То есть пережили весну, лето, а осенью обострение. Ясно. Давайте вернемся к нашей актуальной теме в нынешний период. Вернемся, видимо, позже. У нас в студии телефонный звонок. Мне подсказывает, добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Вячеслав, Вячеслав, может, нет, ответить. ответить, вот за 70 можно не переезжать в другой регион, вот в Россию в связи с метео и так далее, психическое все это связано. Ответьте, пожалуйста, переезжать на ДМЖ. Ага, спасибо. За звонок? Я не совсем уловил. Насчет метеотропности вопрос. Имеет место быть, да, действительно, зависимость от погодных условий и, кстати, должен сказать, что с возрастом метеотропность она усиливается. То есть резко менять климат, да, допустим, в Краснодарский край уезжать. Смена климата, это очень ответственный момент. Человек, потому что собирается на ПМЖ, никуда он не сообщил, вот женщина, да, но планирует уехать, вот стоит ли человек метеочувствительный? Ну, смысл заключается в том, что, а каковы метеоусловия того места, куда переезжает человек? Вот если говорить о наших якутских метеоусловиях, они достаточно суровые. Суровая зима, а потом жаркое лето, причем супер жаркое. Как это отразится на психическом здоровье, на психике человека? На психике, ну, как бы это сказать, может и негативно отразиться. То есть, в общем-то, если готовность дать психический срыв есть, то тогда при изменении климата это обязательно проявится. А если нет такой, как бы, заложенной мины, то ничего, человек переживет. А как это узнать, вот заранее, еще находясь здесь? Весь вопрос в том, что человек чаще всего знает, неплохо знает свою родословную, своих родных, были ли психически. А-а-а, вы об этом. Да, об этом. То есть, в общем-то, в какой-то степени хорошая наследственность, она очень помогает в борьбе с природными условиями. Тогда нужно изучить свою родословную, узнать здоровье своих предков и делать выводы. Так, и возвращаясь к нашей актуальной теме по поводу коронавируса, да, многие думают, вот, о, сейчас вот везде ковид, ковид, и у меня тоже ковид, сразу тяжесть в груди, кашель, пешение и прочее, да, а не может ли это быть психосоматикой? Что, может быть, человек может внушить в себе, что при ковиде наблюдается именно одышка, нехватка воздуха, тяжесть в груди, там, перебои в работе сердца, общая слабость, и если человек достаточно внушим, да, внушаем, тогда он это все может спроецировать и вызвать у себя. И вот тут, как бы это сказать, внушаемость, к сожалению, такое качество, которое в какой-то степени мешает жизни, мешает в том плане, что человек не самостоятельный идет по жизни, а под воздействием внушений тех людей, которых он уважает, к мнению которых прислушивается. Нужно к себе прислушиваться чаще всего. И быть немножко рациональным, прагматичным человеком. Это обязательно. Рациональность и прагматизм, они помогают в жизни, в общем-то, выжить в конечном итоге. И в этом плане, как говорится, слишком погружаться в описании симптомов болезни. Ну, если мы отвлечемся от этой темы, я просто скажу, что среди обучающихся и обучающих медицине очень давно известна болезнь третьего курса. Это время, когда начинается изучение клинической медицины. Если до этого физиология, анатомия, прочее общее положение, то дальше начинается клиническая медицина уже. И вот тут в описании тех или иных болезней каждый начинает искать, а у меня вот это есть, а у меня вот это есть, а у меня совсем идеально заставят. И вот поэтому болезнь третьего курса, через это мы все прошли, студенты-медики своего времени. Это потом мы поняли, что нет. То есть не нужно искать в себе болячки. Да-да-да, ни в коем случае. Иначе... Да, и на фоне вот ковид все-таки простые, обычные, традиционные заболевания, как та же простуда, грипп никто же не отменял. Это может быть все то же самое. То, то самое имеется в виду. Вячеслав, говорю, скажите, пожалуйста, а вот есть ли у вас ощущение, или может быть у ваших коллег, что в последнее время людей с психическими расстройствами стало больше, или мы просто чаще об этом стали говорить и слышать, соответственно? Есть какая-то тенденция увеличения, я не знаю. Ну, тут я вам скажу таким образом. В общем-то, исследования, статистические исследования в плане психиатрии, они проводились и раньше, и в настоящее время проводятся. И в общем, и в целом, скажу, что наиболее серьезные психические заболевания, они не меняются со временем. Определенное количество, процент людей болеет этой болезни или другой болезни, еще третьей болезни, их много болезней всего, в общем-то. И не больше того. А вот меняется составляющая, это количество невротических расстройств, то есть неврозы, психопатии, в общем-то, они зависят от социальных условий. если общество переживает какую-то ломку, излом или метаморфозу, в общем-то, вот тут да, появляется обилие срывов. Ну, получается, пандемия, она тоже как-то повлияла, получается, да? Пандемия повлияла лишь в том, ну, в каком плане сказать, лишь, тут нельзя сказать, она сильно повлияла вообще на человечество, но повлияла в прямом направлении. Коронавирусная инфекция, она воздействует на организм человека и вызывает воспаление, допустим, легких, медичной ткани и прочее. А вот насколько весом удельное количество страха перед пандемией коронавирусом, это еще предстоит узнать. Да, да. Мы в пандемии коронавируса живем, какой, третий год, по-моему, или второй, второй год, в общем-то. Тут, скорее всего, исследования уже проводятся, то есть кто-то уже кандидатские, докторские диссертации пишут, пишут еще. И вот в этом плане, как бы это сказать, будет наблюдаться количество психологических, психических расстройств в связи с коронавирусной пандемией. Об этом мы еще узнаем. Это узнаем. только впереди будет. Ну, пока вы отключаете свой телефон, я задам вопрос. В обществе сложилось довольно такое настороженное отношение в психиатрии, к психиатрии. Из-за этого многие откладывают визит к врачу или полностью отказываются от помощи из-за страха перед смирительными рубашками и прочими ужасами, которые нам показывают по телевизору. как бороться с такими представлениями о вашей работе? Ой, наша работа, она, конечно, специфична в том плане, понимаете, дело в том, что тут начинать нужно с самой основы. что означает столкновение психиатрии и пациента психически больного? Начинается с того, что психиатрия, то есть в данном случае наука о психическом здоровье объявляет пациента да, ты нездоров. И то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь неправильно. И в общем-то в этом плане человек воспринимает это чаще всего негативно. нет, я правильно думаю, я правильно переживаю. Отрицает. Да, отрицает. И вот это противостояние, скажем так, минут. Продолжайте, у нас минут еще. В общем, скажем так, противостояние науки и взглядов пациента, оно, скажем так, противоречиво. И отсюда возникает негативное отношение. Как же так? Вы же ломаете мою психику. Вы меня не сводите на уровень больного. Вы жизнь мою ломаете. Но смысл заключается в том, что человеку объясняет, что нужно по-другому изменить тактику. Варианты выхода из ситуации предлагает, получается. Что ж, огромное спасибо вам за интересную беседу. Было очень увлекательно. и для меня, и для наших радиослушателей и телезрителей. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь и увидимся с вами в другой раз на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok